Сезон 2023 года для сельхозтоваропроизводителя оказался очень тяжелым, прежде всего с финансовой точки зрения. Если на сегодняшний день мы посмотрим на азимовую пшеницу, 60 долларов таможенная пошлина, 50 долларов фрахт, 30 долларов транспорт. Это все то, что не попадает в сельхозтоваропроизводитель. Минусуем от 250 долларов, что остается? 100 долларов. Вот что сельхозтоваропроизводителям попадает. А что нам обещали, когда вводили таможенную пошлину? 200, да? Вот результат. Теперь посмотрим по годам, как менялась ситуация. У нас были золотые года 2020-2021 года, когда цена была от 18 и выше, при себестоимости 5-7 рублей. Рентабельность азимовой пшеницы в большинстве была больше 100%. Это считалось нормально. Начиная с 2022 года у нас пошел в 2021 году резкий рост на удобрения. В 2022 году у нас резко рванули средства защиты. В 2023 году они припали. Но в этом году выстрелила другая беда. То, откуда не ждали горюче-смазочный материал. И сейчас незавершенное производство, если мы посмотрим по отчетам бухгалтерским, они от 12 до 15 тысяч, незавершенное производство по азимовой пшенице. Хотя буквально полтора-два года назад оно не превышало 10 тысяч. Вот с такими показателями мы входим. Поэтому в этом году большинство хозяйств получили себестоимость резимой пшеницы в интервале 8-10 рублей за килограмм. То есть 8-10 тысяч. Отдельное только хозяйство получили себестоимость где-то порядка 6500-7500. Но это очень мало таких хозяйств. И то, что мы два года подряд говорим. Ребята, обращайте внимание на качество. Получайте качественную пшеницу. Взять 2022 год. Разница между третьим классом и фуражом была 2-3 рубля. Уже тогда насторожились. Но в этом году по отдельным партиям разница между фуражом и третьим классом достигала 7 рублей. Такого никогда не было. Более того, сейчас кто занимался продажами знает. Даже каких-то пол процента протеина. Допустим 12-12,5 протеина. Уже совершенно разная цена. Поэтому вопросам качества надо уделять внимание. Почему надо уделять внимание? Мы с учетом остатков 2021 года. Произвели за 2022-2023 года около 200 миллионов тонн озимой пшеницы. Из них только 15% тройки и 20% четверки. Остальное фураж. Естественно, этот фураж находится где? У трейдеров на складах, у вас на складах. Почему в этом году такая большая разница получилась в стоимости между классами? Потому что нужно было ту фуражную пшеницу хоть как-то бодяжить, чтобы ее продать. Если взять, допустим, фуражную пшеницу в Курск, в Воронеж, она стоила вообще 8 рублей оттуда, чтобы сюда доставить. 8 рублей на хозяйство платили. Даже в Краснодаре некоторые хозяйства при урожайности 60 центеров получили убыточную пшеницу. Потому что она была низкого качества, меньше 10 протеин. Соответственно, кому эта пшеница нужна? Год назад была определенная беспокойность тем, что у нас на посевах озимой пшеницы были мышевидные грызуны. И действительно, Краснодарский край, большая часть Ставрополя, юг при Азове и центр Ростовской области, количество мышевидных грызунов действительно зашкаливало за допустимые пределы на порядки, и на два, и даже на три порядка было превышение. Это, безусловно, повлияло на дополнительные затраты. И справляться с этим оказалось сложно. И даже некоторые агрономы пострадали от этого, борясь с мышевидными грызунами. Есть уголовные дела, вы знаете, и даже некоторых посадили. Поэтому имейте в виду, что с мышами все бесследно так не прошло, как нам казалось бы. В этом году по мышам ситуация гораздо ровнее. Есть только очаговые вспышки и то, что мы имеем в виду. Дальше. На чем в большинстве сельхозтоваропроизводителей делают ошибки, когда занимаются посевом озимой пшеницы? Мы традиционно продолжаем сеять 4-5 миллионов. Это озимая кустица. И что мы получаем? Мы получаем нерегулируемую стеблистую. За последние 4 года мы делали аналитику и посмотрели, при какой же норме высева и при какой густоте мы получаем максимальную продуктивность озимого клина, в частности, на примере сурта Таня по непаровым предшественникам. За последние 5 лет максимальная урожайность получила при густоте продуктивного стеблестоя к уборке 600-650 стеблей. То есть это изначально норма высева, которая попадает в 2-3 миллиона. Получается максимальный урожай. За счет чего получается максимальный урожай? Озерненность колоса высокая и масса тысячи зерен более 40 грамм. И в итоге при такой густоте мы получаем выход семян с 1 квадратного метра 23-25 тысяч. Как только мы начинаем загущать, допустим, высеваем 4 миллиона, мы получаем к уборке где-то 750-800 стеблей, некоторые больше. Снижается масса тысячи и озерненность. Выход зерна меньше 20 тысяч с квадратного метра. Очень ярко это проявилось в текущем влажном году. Поэтому низкая фар, которую мы получаем, фотоситалитическая активная радиация, она и связана с тем, что мы получили нерегулируемый стеблестое. Более того, мы в этом году, в 23-м, подошли стандартно, как к обычному сухому году. То есть мы сделали две подкормки азотные когда? До фазы выхода в трубку. В итоге что получили? Мы к осеннему кущению добавили весеннее. В итоге общая кустистость была 3-4, общая кустистость, а продуктивно оказалось меньше полутора. В итоге, как результат, что такое густые посевы? Они начали раннее полегание. Вы знаете, в этом году юг Ростовской области, Краснодарский край уборку проводил в ужасных условиях, когда большая часть посевов была полегшая. Производительность комбайнов резко упала, качество зерна ухудшилось, потери при уборке были сумасшедшие. Соответственно, и наемные комбайны, вы знаете, сколько стоили на полегшем хлебе. И наемников было сложно нанять на такие хлеба. Потому что как только видели полегшие хлеба, или ценник поднимали, или уезжали. Следующий момент, на который надо остановиться. Мы всегда говорили, проводите диагностику. Проводите диагностику, проверяйте. Вот в этом году мы уже неоднократно замечаем, и это уже практически прямая зависимость установлена. Если в фазу кущения в растениях озимой пшеницы дефицит цинка, все это первый признак, что на этих посевах будет фузариоз. И он в этом году подтвердился один в один. Дальше. Если дефицит меди, значит, в этот период ждите проявление септериоза на листового и на колосях. Что в этом году и проявилось. Если дефицит йода, значит, бактерии, вирусы. Что в этом году мы и наблюдали. Если дефицит кобальта, значит, ждите проявления головневых. Вот поэтому, делая диагностику фазу кущения, имея в наличии дефицита тех или иных микроэлементов, мы заранее можем прогнозировать, какое будет развитие болезни. То, что мы в этом году имели. Почему не получили в этом году качество, помимо того, что были болезни, были вредители и были сорняки. По сорнякам тема отдельная. В этом году из-за дождливой погоды очень многие отсрочили обработку гербицидами и проводили ее уже, когда по большинству препаратов были оговорки с ограничениями. То есть уже было второе междоузлие на поверхности, и обрабатывать гербицидами нельзя было. Но, тем не менее, были посевы, которые достаточно чистые, и тем не менее их обрабатывали. То, что не надо было делать. Были посевы действительно засоренные, особенно с осени в прошлом году, где были благоприятные условия, на посевах активно развивались зимующие сорняки. И они за зиму, мягкая зима была, они догнали озимую пшеницу, даже ее перегнали. Поэтому применение гербицидов оказалось недостаточно эффективным по причине неблагоприятных условий в период их применения. Были низкие температуры, снижение, высокая влажность и высокая относительная влажность. Поэтому условия для применения гербицидов были крайне неблагоприятны. Далее, начиная с фазы выхода в трубку, в растениях озимой пшеницы начал проявляться дефицит азота. Даже на тех полях, где в первую подкормку давали 100-120 кг, в действующем веществе аммиачной селитры, и даже на них был дефицит азота. А почему? А потому что вот эти боковые побеги, которые наросли, в итоге они явились источником питания для грибков, но не вовсе для того, чтобы развивалась зима пшеница. Вот кто-то задавал вопрос, о чем вы раньше не говорите. Еще в начале мая мы тогда брали интервью, когда я говорил о том, какие проблемы и которые надо решить. Еще не было фазы калашения. И именно в тот период можно было решить вопрос. Еще и по качеству, и по болезням. Но большинство просто на это не обратили внимания, потому что работают традиционно, не вникая у проблемы, которые возникают. Но это, так сказать, то, что было. Про уборку я сказал. Теперь какие нас ждут перспективы? Ну там уже пошлину никто не отменит. Фраг будет возрастать. Транспортные расходы в связи с увеличением стоимости ГСМ будут возрастать. Поэтому, скорее всего, от той суммы, что я называл, она получилась в районе 150 долларов, добавится еще долларов 170-180. Это минусуйте от той цены, которая на сегодняшний день есть. Вот вы видите, говорили, что ой, как хорошо Египту дали по 265 долларов. Вот имейте 150, а на следующий год 180. Что мы будем иметь? Даже если мировая цена вырастет до 300 долларов, не факт, что сельхозтоваропроизводитель получит. В прошлом году она была 400 долларов. И что получали? По 12-13 рублей получали за килограмм сельхозтоваропроизводителя. Вопрос, а куда остальные деньги делись? А деньги делись следующим образом. Если мы говорим о сельхозтоваропроизводителе, то по нашим данным мы опросили мной фермеру, сельхозтоваропроизводители, значит, за три года действия таможенной пошлины, сельхозтоваропроизводители потеряли, ну, допустим, если средний сельхозтоваропроизводитель, у которого полторы-две тысячи гектар, он за три года на таможенной пошлины потерял 100 миллионов. А вернули ему за счет дотации 700 тысяч. То есть меньше одного процента, понимаете? Теперь, что касается перспективы 2024 года. Сейчас состояние посева азимой пшеницы хорошее. Во-первых, ее насеяли достаточно много. Во-вторых, Краснодарский край, если брать прошлый год, то Краснодарский край на эту дату выглядел плачевно. Сейчас Краснодарский край выглядит хорошо. Прекрасные посевы в Ростовской области. Волгоград, Ставрополь тоже выглядят достойно. Соответственно, мы опять будем ждать высокой уровня продуктивности. У нас переходящие запасы азимой пшеницы, в частности, на следующий год около 60 миллионов. Мы с 22 по 23 год полтора раза увеличили экспорт. То есть мы в прошлом году продали 43 миллиона, а в этом году 62 миллиона. И дальше будет возрастать экспорт. Но увеличение экспорта ничего не дает сельхозтоваропроизводителям. Сельхозтоваропроизводителям надо держать себестоимость. Она не должна превышать 8 рублей. Поэтому внимательно считайте расходы, которые вы несете. Уменьшайте общехозяйственные, общепроизводственные расходы. Потому что они у многих сельхозтоваропроизводителей достаточно большие. Особенно это речь идет о коллективных хозяйствах. Не говоря уже за холдинги. Там общехозяйственные, общепроизводственные затраты порой превышают 30 тысяч рублей на гектар. Какая там себестоимость будет? Соответственно, там себестоимость такая и получается. Что интересного нам готовят в 2024 год? Интересные вещи сейчас наблюдаются по бобобам. У нас хороший рынок получается с Индией по ноту. Себестоимость его и выручка в этом году показала хорошую прибавку. Реализация была по 45 рублей и выше при себестоимости 30 рублей. То есть рентабельность оказалась очень высока. Очень хорошие результаты получены по гороху. Несмотря на то, что высокое урожайство, все-таки цена реализации оказалась 18-19 рублей. При урожайности нормальное хозяйство в этом году в Краснодарском крае получали 5-6 тонн. В Ростовской области получали 3,5-4,5 тонн. Соответственно, выручка на горохе получилась очень хорошая. И перспективы по гороху после заключения контрактов с Китаем. И как вот с этого года началось интересно. Раньше бобовые, почему у нас низкая цена была? Мы их возили в Турцию лодками по 3 тысячи тонн. Сейчас начали заходить панамаксы по 150 тысяч тонн. Что такое 150 тысяч тонн? Это 50 лодок. И на следующий год это серьезно мы видим перспективы, что Юго-Восточная Азия, это Индонезия, это Индия, это Китай. И большие потребности именно в бобовых. Поэтому на бобовые, это соя, это нут, это горох, это чечевица. Реально будут хорошие стабильные цены. Поэтому у кого есть возможность увеличить яровой клин, то надо его увеличивать. Ставка на подсолнечник в этом году благодаря неразумным действиям нашего Минсельхоза ставят под большой вопрос. Потому что есть заместитель с трех букв, который не дает возможности завозить нормальные семена. Спасибо за планирую. Поэтому, что тут говорить. Если нами так и дальше будут руководить. Мы уже на сегодняшний день остались без семян сахарной свеклы. Для Ростовской области это не критично. А вот что будет делать Краснодарский край, что будет делать Воронежская область, вот тут вопрос. Ну и в конечном итоге повторится картина по стоимости сахара. Если мы на следующий год сильно провалимся, эти-то ребята уйдут. А селянам-то разгребать, откуда брать сахар. Батьку будем просить, чтобы он нам завозил, хотя бы сахаром обеспечив. Ну да. По чечевице заканчивается. И по чечевице, да. По семенам вообще проблема. Вот представитель научного семеноводческого центра с КНИСа выступал. Говорил, да, у них огромный объем, но он практически объем этот полноценно не контролируется. Не случайно фермер с Краснодарского края задавал вопрос, а как проконтролировать. Да, вы же документы если даете, ребята, вы должны за эти документы нести ответственность. Это же ваша ответственность, зона вашей ответственности. Поэтому бобовые, однозначно, вопросы сейчас по семенам подсолнечка и сахарной свеклы стоят острые. По кукурузе ситуация менее острая, потому что у нас есть много отечественных семян. Ну, они уступают, конечно, импортным, но если речь вести об агоре, то это не столь критично. Другой вопрос на орошении. На орошении, да, нам нужны высокопродуктивные гибриды кукурузы для того, чтобы можно было окупать орошение. Ну, и внимательно посмотрите на структуру посевных площадей, прежде всего, ярового сева. И на что надо еще из культур, на какие культуры надо обратить внимание, кроме бобовых. Это горчица, причем это не только горчица сарепская, это еще очень хорошие результаты в этом году по горчице черной. И закупочная цена великолепная, от 90 тысяч за тонну, и продуктивность от тонны и выше. То есть, одна из земной культур, которая дала хорошую добавку с точки зрения выращивания и себестоимости. Благодарю за внимание. Вопрос. Александр Валентинович, спасибо, здорово, серьезный анализ и перспективы. Друзья, кто хотел задать вопрос? Застрожников, Артем Владимирович, пожалуйста, Левоградский район, Смогарский район. Сколько реплику может быть? Спасибо за выступление, очень интересная информация, полезная. Я по себестоимости чуть-чуть вот, не знаю, может быть, на своем хозяйстве, но мы как ассоциация собрали себестоимость хозяйств, которые ведут по статьям затраты все, но никак не получается. Они вот озвучивали там 5, 6, 7... Нет, это в 21 году. А, это про Глазберу. Вот сейчас у нас вся себестоимость уходит, когда по Краснодарскому краю, это где-то 11,50-13, в зависимости от урожайности, там, от технологии, еще что-то. Это без НДС, я говорю, естественно. Поэтому, ну, и, соответственно, берем пшеницу без НДС, ну, мы по нулям практически. Да. Поэтому, я не знаю, дальше, о чем говорить, или снижать общихозяйственные расходы, ну, их тоже как снизить, что есть, там, ремонт кровли, там, ремонт территории, еще что-то, то есть какие-то такие, ну, то есть, тоже снизить мы уже все пересмотрели. Вот скажешь, ну, значит, основное, это что, на соматизация, удобрение, ГСМ, ну, там мы не начали снижать, ну, честно говоря, вот. На удобрениях можно снижать, если их рационально применять. Ну, мы так, в Москве, не так много, то есть, удобрения. Так, все, каждый год анализ агрохимический, то есть, все точечно, не так, что в общем по больнице там, и, кстати, не знаю, не вижу. Мы можем потом, конечно, я могу распадку сюда дать по статье, но посмотрите, скажите, где можно снизить. Ну, вы, если на гектар, сколько тратите на удобрения, 10 тысяч или больше? Нет, больше, ну, смотрите, где-то фосфорный 200 килограмм ЖКУ. Мы тратим только на авокон. Ну, да, да, да. Ну, слушайте, вот для краснодарцев, еще раз напоминаю, я работаю с Радом Хозяйств, экономически оправданная доза фосфорных удобрений на черноземах, обыкновенных, 40 килограмм ДВ. Это 77 килограмм аммофоса, 12,52. Вы же шпарите туда два центра, не глядя. Кто вам это рекомендует, я понять не могу. 120 килограмм ЖКУ, я сказал, 122 килограмм ЖКУ, там 37 мВ получается. И вот мы запланируем еще и весну чуть-чуть добавлять ЖКУ. Опять же, мы же делаем анализ, у нас, ну сколько, средний фосфор 25, 28, 30, ну, 25 миллиграмм. При 25 миллиграммах на килограмм фосфорные удобрения вообще экономически нецелесообразны, чтобы вы знали. Вообще нецелесообразны. Ладно, попробуем, за небольшой участок эксперимент проведем. По завершении можно проконсультироваться больше, более подробно. Александр Васильевич, вопрос у вас. Да. Александр Васильевич. Здравствуйте. Значит, вот, если только здесь присутствующие увеличат площади ярого, так называемых, лишивых пульсов, то, может, как бы, в центре, вы знаете, мы проходили, когда ориентировали лен, все бросились лен выращивать, не только обрушилась цена, продать лимонии. Поэтому, вот, здесь тоже, наверное, задача из трех фамилий, которые вы сказали, задача с тем, чтобы мы не ориентировали, вот тогда, и экспортные, и внутреннее употребление, ну, всех культурных. А если сейчас все по рекомендациям увидят, что, как бы, спросом будет, бобовые там пользоваться, ну, вообще, все яровые культуры, то, наверное, мы можем ожидать результата, как получалось. Не получится, потому что у нас, элементарно, семян не хватит. Потому что на сегодняшний день уже запросы трейдеров, 5 миллионов тонн бобовые для Китая. 5 миллионов тонн. А мы их 3 производим. Александр Валентинович, ну, вы, вот, называете то, что, значит, ну, в принципе, наверное, 5 миллионов тонн, ну, что, Китай заявил, что у нас купят 5 миллионов тонн? Да, да, Юго-Восточная Азия заявила, уже трейдеры есть, у них заявку уже собрали. Вот я вчера был в Краснодарском крае, именно по этому вопросу. Пожалуйста, Жданов Алексей Вячеславович. Вот, хорошая басня есть. Как вы, друзья, не садитесь, а квартира у вас не получится. И я смотрю на все это с отвращением. Ростовская область, Восток, распакали все неудобнее. Все выпасали. Выращиваем пшеницу. Зачем? Всю жизнь Восток Ростовской области занимался животноводством. Ходили подсосные гурты огромные. Этих бычков мы покупали у них на отъеме, ставили на отформу, и практически весь пролетарм занимался отформу Гая. Очень выгодное дело, которым никто не хочет заниматься. Я еще раз вам повторяю. «Бычок на отборни, фуражная пшеница, пропущенная через быка, получается 22 рубля». Вы слышите меня или нет? Я всем говорю на всех трибунах это. Никто не слушает. Быком, откормом никто не занимается. Решили все засеять пшеницей. Вот вам результат, пожалуйста. Вы что хотели, то и получили. На следующий год переходящие остатки и 60 миллионов тонн будут еще хуже. Меняйте свой бизнес. Фуражную пшеницу надо пропустить через животноводство. Еще раз говорю всем. Большое спасибо за внимание. Мы эту тему как раз поподробнее обсудим с Романом Владиславовичем в следующей серии нашей встречи. Пожалуйста, Бухтияров. Я хочу еще раз, Христианин, поблагодарить, что вы нас собрали в этот зимний день, который непогода, и по голове там многие приехали. Мы сюда собрались, обсудили, к чему мы пришли, да, какие у нас проблемы и куда стремиться. И мне, Джишка, вот эта поездка принесла пользу. Это блюдо, я не услышал. Потом человек по твердым пшеницам нашел хорошие варианты. То есть, вывод такой, нужно искать варианты. И спасибо, что вы нас собираете. Надо над этим задумываться. И еще раз, и так же, что вы говорите, что за 5 миллионов тонн гороха, я думаю, чтобы мы... Бобовые, не гороха, бобовые. Бобовые. А позади перейдем к рынку. Вот, допустим, мы работаем с компанией «Бельси», там вот фиксировано заключаем контракт на картофель. Уже все знаем, что... Мы вырастим определенное небо, и у нас его купят по-любому, понимаете? Поэтому, я думаю, что со временем мы тоже к этому придем по-поп-бому, по-попшенице, все это будет планироваться, прогнозироваться заранее, как во всей Европе цивилизованной люди работают. Мы должны сюда стремиться, мы потихоньку в этом направлении идем. Единственное, что я хотел всех обратить внимание, что мы, опять, как люди плакатся, да, понятно, что поплакать, ну, кто нас пожалеет? Хотел обратиться у нас тут, у нас представитель Зернового Союза есть. Надо просто работать нам не по-дормому, а всем вместе. Вот в Америке, у нас называется взятка, а там логирование интересов. То есть покупают все НАТО, депутаты войны, свои наши интересы защищают. Поэтому нам нужно больше делать смысл в Зерновом Союзе, чтобы они могли лоббировать наши интересы. Вы узнаете, сколько стоит там, господин Кочек, сколько стоит у нас лоббировать интересы. А мы с вами нам ведем позже, но он генит или подезет. Он слушает, генит, сзади не делается. Поэтому давайте включать пазлы. Очень гибко. За свое время. Еще раз спасибо, что вы нас соберете. Спасибо. Был вопрос еще, Юрий Акбергович, у вас был вопрос, нет? Нет. Был вопрос, да? У меня такой вопрос. Для ленингробства, чтобы вы уточнили, вы говорили, что в МИИ мы даем мало, одна болезнь выникает, какой-то еще микроэлемент, микроэлемент такая же болезнь, соответственно, немножко другая и опять другая. Но не следует из ваших слов то, что применяя микроэлементы, мы можем отказаться от фунгицидных опробов. Правильно мы это поняли? Или это нужно совместить из ваших слов? Просто я хочу, чтобы вы уточнили. Значит, здоровое растение и так же, как и любой биологический объект, если он нормально питается, если он сбалансирован, у него повышенный иммунитет, соответственно, устойчивость. Я говорил о другом, о том, что на основании диагностики, конкретном, в 2023 году мы выявили, где был дефицит цинка, там проявился фузариоз, где был дефицит меди в растениях. Не потому, что их не вносили. Их вносили, но какие сейчас вносятся препараты? Не индивидуально тот микроэлемент, который нужен. А вносится комплекс. Но комплекс он же не балансирует. Понимаете? Нету баланса в питании. Это одинаково, но навалить первое, второе, третье, при этом не дать салата. Вот так вот приблизительно то же самое микроэлементы. А что касается отказа от фунгицидов, я этого не говорил. Просто при таком дефиците микроэлементов мы должны в первую очередь устранить дефицит, потому что последствия, как вот показал 2023 год, даже при таких дефицитах этих микроэлементов, даже фунгициды, самые высокоэффективные ДВ, не обеспечивают полного биологической защиты. Вот о чем идет речь. Субтитры сделал DimaTorzok